Мэр Магадана Юрий Гришан провел прямую линию с жителями областного центра. Первый звонок поступил с вопросом о будущем города. Какая судьба ждет историческую часть Колымской столицы, как и когда реконструируют фасады домов, будут ли на улицах рекламные конструкции. С рекламными конструкциями мы практически разобрались, у нас остались только вывески, всевозможные пестрящие, портящие исторический облик города. Мы убрали растяжки по улице Ленина, и по Портовой, и по Пушкина. Сейчас наша задача отремонтировать фасады, но и другие элементы, формирующие внешний облик нашей достопримечательности улицы Ленина, Портовая, Пушкина и так далее. Также, по словам Юрия Гришана, сейчас под руководством главы региона Сергея Носова разрабатывается программа «Столица». В нее входит ряд улучшений города. Это улицы, дороги, тротуары, подпорные стены, фасады и другое. Постановление по улучшению Магадана планируют подписать в феврале текущего года. Также на прямую линию обратились с вопросом о бездомных собаках. В данный момент создан и ждет согласование проект строительства приюта на 150 особей. Это решит лишь малую часть образовавшейся проблемы. Но в будущем, по словам градоначальника, данный вопрос предстоит пересмотреть. Кроме городских проблем, обратились и с жалобой на Минздрав. Жительница поселка Снежный с июня 2020 года не может попасть с пятилетним ребенком к врачу-педиатру. По ее словам, терапевты на Снежный приезжают, а необходимый доктор нет. Глава областного центра, не покидая телефонную линию, обратился к руководству поликлиники и проблема разрешилась на месте. По просьбам жителей Магадана с 1 февраля 2021 года в мэрии города возобновят прием по личным вопросам. В связи с эпидемиологической обстановкой прием будут осуществлять по видеосвязи. Человек по предварительной записи сможет связаться с главой Колымской столицы или его заместителями в режиме онлайн со своего смартфона, либо в приемной мэрии по настроенному видеомосту. С 1 января объединяют подведомственные учреждения, которые схожи по направлению деятельности. Психоневрологический и наркологический диспансер объединили. Теперь это Магаданский областной диспансер психиатрии и наркологии. Амбулаторных пациентов по направлению психиатрия переведут сюда. Также раньше справки выдавали в двух разных местах города, теперь же в одном. По словам чиновников регионального Минздрава, теперь магаданцам проще будет пройти медкомиссию и получить нужный документ. Раньше приезжаешь на Вастрецово, приходишь к психиатру, потом едешь сюда, то есть там оставиваешься переде, поднимают по базе, ставят печать, потом приезжаешь сюда на речную. То есть лишние действия, лишняя трата времени, дискомфорт был, сейчас намного комфортнее. Благодаря объединению посетить врачей стало проще, рассказывают магаданцы. Также большой плюс альянса – переезд. Здание, где находился раньше психоневрологический диспансер, в аварийном состоянии. Оттуда учреждение выведено и заведено сюда, на речную 27, где достаточно хорошие условия созданы, и люди начали работать, они уже работают здесь у нас. Третий этап – это у нас этап будет переводы стационарных отделений. Значит, стационарные отделения у нас, скорее всего, с 1 марта, наше стационарное отделение наркологического профиля, оно поедет на так называемую Снежку. Там будут располагаться все стационарные отделения, в том числе и отделения неотложенной наркологической помощи. По словам главного врача, сокращения должностей медперсонала не было. Уменьшили лишь административно-управленческий аппарат. Обошлось и без увольнений. Сотрудникам предложили перевод на другие должности. Помимо этого, реорганизацию проведут еще в следующих учреждениях. Областной детской больницы и специализированном доме ребенка. Поликлиники номер один, стоматологической клиники и авиамедицине. А также областном центре профилактики, противотуберкулезном диспансере и областном центре профилактики и борьбы со СПИД. Новый законопроект опубликовало правительство Магаданской области 14 января 2020 года. Он запрещает реализацию алкогольной продукции в кафе и розничных торговых точках, расположенных в многоквартирных домах. Эта мера уже затронет не только наливайки, но и большую часть продуктовых магазинов города. Против законопроекта выступили представители общественности. Запрет продажи алкоголя в домах, в многоквартирных домах, он приведет к чему? К тому, что в конце концов предприятия придется закрыться, потому что именно 30% выручки идет из состоит из продажи алкоголя. Соответственно, если на 30% выручка упадет, то магазины придется закрыть. Это повлечет к чему? Во-первых, уменьшение налоговых поступлений, потому что бизнес будет закрыт. Люди будут уволены или сокращены. Ну и, соответственно, это потеря рабочих мест. И, соответственно, другими, кто смогут занять, допустим, эти места, особенно сейчас в пандемию, таких предпринимателей не будет. То есть, соответственно, пострадают еще и собственники помещений, которые сдают в аренду данные помещения. Плюс надо не забывать о том, что все-таки около 80% по городу Магадану розничная сеть находится именно в многоквартирных домах. То есть, люди не смогут переориентироваться быстро и построить новые все магазины или торговые площади. С запретом на продажу алкоголя в многоквартирных домах обеспокоены и члены общественной палаты Магадана. Дело в том, что основная идея и посыл этого законопроекта – это борьба с так называемыми наливайками. Но все мы понимаем, что в такой формулировке этот запрет не достигнет этой цели. И что нас беспокоит, общественных активистов, это то, что наливайки, как правило, и останутся, продолжат свою работу. Дело в том, что многие из них расположены в отдельно стоящих зданиях и, собственно, не подпадут под действие этого закона. Соответственно, к чему может привести развитие ситуации? К тому, что у оставшихся наливаек резко возрастет доход, выручка. Укрепят они свое, собственно, материальное положение и благосостояние. А для нормальных граждан, которые не злоупотребляют спиртными напитками и, в общем-то, периодически к праздникам, может быть, покупают их в нормальных торговых точках легальных, которые расположены на многоквартирных домах, создадутся проблемы. Но и еще один момент, который нас беспокоит, это удар по так называемому легальному сегменту этого бизнеса, который, как правило, соблюдает все ограничения, наложенные законодательством. Они не продают спиртные напитки несовершеннолетним, они платят налоги, они создают рабочие места. Вот именно эта часть малого бизнеса окажется под ударом. По мнению общественников, борьба со всеми алкогольными магазинами не поможет. Что произойдет? Полиция Магаданской области провела акцию «Студенческий десант» для учащихся Северо-Восточного государственного университета. Все приглашенные студенты – будущие юристы. Ребятам рассказали о том, в чем заключается работа сотрудников полиции. Также специалисты показали студентам рабочие приборы для проверки автотранспорта. Будущим юристам даже выпала возможность представить себя в роли дорожных инспекторов и побывать в патрульной машине. Ребятам было рассказано о службе в органах внутренних дел в подразделениях госавтоинспекции. Доведены основные задачи, цели госавтоинспекции по достижению показателей снижения аварийности, смертности на дорогах. Ребята ознакомились также с оперативно-техническими средствами и с применяемым автотранспортом в наших подразделениях. После экскурсии на улице ребята зашли в отдел полиции, где сотрудники госавтоинспекции сдают экзамены. Специалисты провели для студентов лекцию и ознакомили их с рабочим оборудованием. В службах госавтоинспекции направлений много. Здесь видите приборы, направление дороинспекции, технический надзор. Это все те направления деятельности, которые влияют непосредственно на аварийность, которые выстраивают механизм отношения всех участников дорожного движения, начиная от водителей, заканчивая пешеходом. Полицейские рассказали, как проводятся экзамены на получение водительского удостоверения. Самым интересующим вопросом для студентов стал вопрос о требованиях к кандидатам для службы в госавтоинспекции.